Ну что, всем привет! Я всё-таки вышла в прямой эфир. Почему? Потому что у меня упадок сил, какая-то утечка энергии, и мне захотелось немножко зарядиться. А как я могу зарядиться? Взять что-то, порисовать? Творчество? Оно вообще очень-очень наполняет нас. Я вот, например, начала рисовать вообще, ну, рисовать так серьёзно, да, когда у меня начались проблемы. Проблемы в семье, там проблемы с родными или, неважно, когда ты обессилен. Вот у меня такие моменты, когда я обессилена, когда я... У меня сейчас нет проблем. Я просто сейчас просто у меня упадок сил. Но, чтобы его поднять, я рисую, что и вам советую. Привет всем! Скажите, пожалуйста, видно меня, слышно меня нормально? Поставьте плюсики, если меня хорошо слышно и видно. Два плюсика, да? Если один, то я буду понимать, меня или не видно. Ну, наверное же видно. Ну, слышно как-то так. Короче, жду ваших плюсиков. Рисовать буду сегодня вот эту прекрасный, вот этот цветок. Это не мой цветок, не я фотографировала. Привет-привет всем! Жду плюсиков. Видно меня, слышно меня? Нормально. Поставьте чего-нибудь. Смотрите, вот эту вот красоту. Вот это вот. Это прекрасный фотограф. Манон пар Дэн Кёрпер. Коппер, не знаю, как правильно выговорить. У меня в сторис, если кто хочет, может посмотреть ее страничку. У меня там ее как-то ник заделан, закреплен. Надеюсь, не обидится человек, что я его красоту срисую. Я просто не могла устоять. Мне настолько вот эти вот цвета, вот эта нежность понравилась, что я ее хочу передать. Это просто, ну, шедевр, фотография уже сама, сам шедевр. А нарисовать, ну, получится ли у меня повторить такой шедевр? Не знаю. Сейчас посмотрим. Хотите, если хотите, можете рисовать со мной. Если нет, то просто смотрите. Запись я постараюсь сохранить, если получится. Ну, вы знаете, не всегда так бывает, как нам хочется. Ну что, делать рисунок или нет? Наверное, я просто намечу здесь вот в середине цветочка, где она у него примерно. Примерно, да? А там уже буду импровизировать, потому что здесь вот прям такая свобода действия. Не обязательно копировать, здесь можно делать все, что угодно. чем я буду рисовать? Ну, конечно же, акварельными и красками. Кто у меня новичок сейчас? Все видят, что я рисую акварелью. Я рисую, в принципе, всем, умею, но остановилась на акварели, и мне не хочется больше ничем другим рисовать. Теперь вопрос. Будем ли мы смачивать лист? Можем смочить и потом салфеткой вымокать вот эти вот контуры. Тоже было бы классно. Было бы даже красивее, да? Значит, я так и сделаю. Я смочу лист полностью. Для этого я возьму побольше кисти. побольше кисти. Пока я смачиваю, можем поболтать про что? Про мои новинки в моем блоге. Кто уже смотрит сториз, тот уже знает, что я давно не делала никаких курсов, но сейчас у меня есть старт одного курса. Это основа рисования. Но перед тем, как вы запишетесь на курс основа рисования, там, где вы научитесь всем азам или же всем законам, на которые опираются самые продвинутые, в смысле, все продвинутые художники мира, без этих законов. Это цветосочетание, это перспективы, это композиции и так далее. Без этих законов просто ну, нет смысла рисовать, наверное. Ну, не знаю. По крайней мере, больших результатов добиться невозможно просто. Вот это как, знаете, как читать азбука. Вот законы эти, это как азбука для чтения или же таблица умножения в математике. Кстати, девчонки, если у вас вопросы будут появляться, девчонки и мальчишки, потому что меня уже здесь предупреждают не раз, что у нас не только девчонки, у нас есть мальчишки. Конечно, очень мало, но есть. Так что нельзя их ущемлять. Смотрите, я, наверное, что делать? С двух сторон или с одной? Я с одной стороны мочу, рисую на бумаге аарш, стопроцентный хлопок, среднее зерно. Нет, это даже не среднее зерно, это грубое зерно у меня, потому что я взяла лист. Наверное, не с той стороны рисую. Ну ладно, неважно. Эта бумага, она настолько универсальна, что и на ней все равно, на какой стороне рисовать. Так вот, я решила, вот много нашла участников, среди моих подписчиков, откликнулась много начинающих, которые боятся, не знают, как начать и вообще. Поэтому я создала тренинг бесплатный, где я вас раскрепощаю, вернее, мы вместе раскрепостимся, порисуем, я вам дам целую кучу советов, как что делать, короче, прям вот как путеводитель, да, чтобы взять и начать рисовать без страхов, чтобы ваши страхи ушли нафиг. Вот так. И для этого я создала бесплатный тренинг, на него советую всем новичкам сходить, просто вот всем-всем-всем. Много чего откроете для себя нового. Вот, даже про то рассказываю, как приучить себя регулярно рисовать. Легко. Вот рассказываю, как просто легко начать рисовать, без напряги, да, не то, что там принуждать себя регулярно рисовать, а просто вот с легкостью. И тренинг, если кому-то нужно, можете написать мне в комментариях, чтобы я ссылку вам высула, потом уже под видео, или же в личку мне напишите, или же зайдите в моих вечных сториз. Сейчас покажу. Вечные сториз. Просто мы болтаем, потому что бумага еще должна пропитаться. Вот у меня вечные сториз, и здесь у меня тренинг. И там будет ссылочка в какой-то там, это наш чат, у нас уже там больше ста человек, и есть уроки. Ну вот здесь написано, что у нас на тренинге будет. И здесь вот в комнату уроков можно попасть, и в чате тоже есть ссылки в комнату уроков. Уроки бесплатные, так что можете проходить. И те, кто сейчас пройдет этот тренинг и успеет на наш курс, который стартует 10 августа, курс основного рисования, те получат 30 евро в подарок, если выполнят 30 евро на покупку курса любого тарифа, если выполнят все домашние задания. Там их немного, там нужно сделать домашнее задание и собрать два слова кодовых. И тогда у вас, как говорится, можете получить курс по очень приятной цене. Дальше, что у нас? Мокнет, мокнет, мокнет. Надо еще чуть-чуть водички. Что вам еще рассказать, пока тут все мокнет? Листочек должен промокнуть. Про курс тоже можете посмотреть. Здесь вам написано основы, курс основы. Там тоже есть кнопочки, как попасть на курс. Что смочить еще с другой стороны? Не буду мочить с другой стороны, потому что мы тут тогда засядем на 2 часа. Потому что мокнуть будет долго сохнуть. Так что делаем с одной стороны. Видите, бумага даже не волнуется. Так странно. Как-то странно, что бумага не волнуется. Потому что хорошая бумага. Так, будет запись эфира. Надеюсь, да, потому что хочу сохранить. Но вы знаете, тут Инстаграм это лотерея. Иногда сохраняется, иногда нет. Так что надеюсь, да. Обычно 80% эфира сохраняются. Так, ну что, перейду на свой рисунок. не мой, а на чужую фотографию, которую я буду срисовывать или же преображать в свой, что-то в свое. Теперь, смотрите, вот эти вот красоты, вот эти вот лепесточки. Вот если бы я рукой вырисовывала, может быть, получилось бы красиво. Но я сейчас сделаю трюк. Смотрите. Сделаю трюк. И как же я его сделаю? Я же не буду видеть. Сначала я наберу вот этот вот красивый цвет. Вот этот бирюзово-голубой. Это смесь бирюзы. Вот изумрудная с какой-то голубой. Могу сиропейно добавлять. Пока сейчас мне просто надо вот как-то так вот чуть-чуть. А может и не чуть-чуть. Может погуще набрать все-таки. Сейчас глянем. Сделаю ли я на всю силу или же только чуть-чуть. Так. Небесная голубая у меня. Береза. Вернее, изумруд. Что такое здесь? Все летит. Все летит. Значит, беру изумрудный от Невской палитры и беру небесно-голубой от Невской палитры. И поехали. Нет, это не тот цвет. Надо более что-то утрамарин. Может еще серый пейн. А вообще есть прусский голубой. Но вы можете, кстати, брать свой цвет, какой вам лучше нравится. И смотрите, я буду сейчас его вот так вот местами разными. В смысле, разные места. Вот она, говорю вам, ерунды. Буду там. Тут такое пятно. Вот он. Вот тоже такой хороший. Местами. Там светлее, там бирюза. Здесь темнее. Здесь больше будет у меня кобальта бирюзового. Вот он тут. Вот где-то с зеленью. Может желтого. Чуть-чуть желтого. Катми желтый. Вот. Пусть красочка растекается. Главное, что я беру, это густенько. Мои красочки. Вот эти вот густенько. Ультрамарин с серой пейной где-то. Вот здесь внизу. Такой. Может, изумруд с серой пейной. Чтобы дать такую глубину. Как-то так. Сейчас вот примерно оставляю цветку его контуры. И теперь, хотя хочется еще затемнять и затемнять. Вот так хочется. Прям ужас. Хочется такой насыщенный задний фон. Теперь я беру салфетку и вымакиваю мак. Свой мак. Смотрите как. Ух, какая красота. Прям. Я не знаю. Кисточкой, наверное, бы я не смогла так вымакать. Такими отрывками такими воздушными. Кстати, облака тоже можно рисовать такими воздушностями. Вот так вот как-то. Смотрите. Красота какая. Прям прелесть. Видите? Здесь тоже что-то замутилось. Такой рваный у нас получается цветок. Я не придерживаюсь пропорций, потому что это цветок. Там ничего такого как сказать не нужно такого точь-в-точь что ли нарисовать. Главное, чтобы краешки у меня были просушены. вот так. Ну что, теперь у меня края подсушены. Теперь я пойду какой краской? Разной краской. У нас здесь есть зелень, здесь есть желтая. Желтая. Вот эту желтую я буду набирать с розовым. С розового это у меня будет какая же это у меня красочка. Сейчас посмотрю. кармин. Кармин он розоватый. К нему наверное я возьму все-таки палитру, чтобы было видно. Карминчик. И к нему возьму какой-то у меня есть лазурная оранжевая это от шминки. А кармин от от невской палитры. У меня получится такой светлый нежный. Но я к нему еще добавлю желтого или же золотой желтый. Вот золотой желтый. Она у нас в невской палитре или же у меня вот она. Вот, вот, вот. золотая-желтая. Очень классный цвет. Смотрите, такой он. И начну здесь вот такие вот как бы разводики, пятнышки. Где-то больше разовязаны, где-то меньше. И очень таким как сказать прозрачным с прозрачным таким слоем что все течет все растекается все такое нежное очень нежное. И вот этот красивый розовый я даже не знаю как его добиться. Надо какую-то глухую розовую. Холодный розовый. Может я его немножечко с бирюзовым кобальтом смешаю. Холодный розовый. В смысле наш наш кармин с кобальтом бирюзовым. И тогда у нас будет здесь какая-то холодинка. Холодинка. Где-то что-то. Зеленинка. Прямо тут настолько много разных цветов, оттенков разноцветных что прям вот ну тут живопись живопись девчонки вот с этого урока можно смотреть как вот живопись да живое оно все здесь дребезжит здесь холодненькое такое здесь чересчур не знаю получится ли у меня так как я задумала но я постараюсь ну и если у вас есть вопросы задавайте эфир спонтанный я его не планировала я его не планировала просто решила подзарядиться энергией потому что рисование оно все-таки дает мне по крайней мере много энергии наверное это как цветотерапия что ли просто красота просто наслаждение здесь я даю лимонный желтый где-то где-то она у меня здесь просвечивается так да и дам здесь в принципе можно все закрасить а потом будем затемнять карми 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 конечно вот это вот сухость вот это вот все передать это вообще вау сумасшедствие сумасшедствие но я этого хотела значит будем стараться будем пробовать что у нас здесь какие-то зелени какой-то краснота необязательно не обязательно в точку в точку все копировать можно импровизировать теперь зелененький где-то у нас здесь будет такая зелень даже не знаю протираю протираю в принципе не обязательно уходить детали можно было бы просто просто дать течь краском абстрагировать так теперь у меня что же у меня получается здесь конечно надо будет много слоев наложить и должно здесь все сохнуть иначе у меня нифига не получится так пока у меня серединка сохнет я попробую сделать более контрастные вот видите здесь более контрастно мои края для этого опять мне нужна будет набор моих этих бирюзово голубо серые пены не знаю каких цветов можете даже фиолетовый индиго кстати классно подойдет у меня просто нет с собой индиго поэтому я мешаю все возможные оттенки здесь смешиваю здесь вот внизу мне ультрамарин светит вот я его сюда сейчас как загоню видите вот под краешек цветка под краешек цветка сразу видите вылез цветок такой стал такой вау немножечко у нас сегодня очень много времени будет для рисования потому что вот это вот все это по мокрому оно требует много времени боже я тут задыхаюсь потихонечку здесь у нас зелень зелень какая-то потихонечку так можно вот с такими подходами тоже рисовать какие-то такие четкие облака да немножечко такая нежная и нежный подход как-то так и вот здесь вот необязательно ведь им пятнышки тут такие есть но я их например вот они распростекутся потом задний фон так что у нас еще здесь еще здесь темноты нужно где-то здесь беру изумруд и уже тупо изумруд и ультрамарин и вот такое чудо получается такое чудо получается у нас где-то здесь тоже этот цвет будет перекликиваться зеленушка ну что рассказывать вам дальше про курс интересно кстати поставьте мне или напишите если кто смотрит записи на каком уровне вы сейчас находитесь в рисовании новички или же уже как говорится сами с усами просто подсматриваете идеи тоже интересно в смысле полезно я тоже иногда ну уже редко но мне уже хватит посмотреть просто на картину и я уже знаю как человек ее рисует в смысле мне я могу просто уже с готового с готовой работы себе что-то перенять потому что мне уже не нужно саму технику подсматривать но те кто еще не знает не умеют конечно же очень полезно подсматривать технику у профессионалов в смысле профессионалов у более опытных художников и тогда ну как сказать развивать свою перенимать что-то для себя что вам нравится я например иногда как-то я свою технику сложила с нескольких техник которые мне нравились у нескольких художников я не только одну технику прошла или изучила изучила я сама ее учила подсматривала но в итоге у меня получилась своя какая-то уникальная техника хотя я могу в принципе рисовать в любой технике но по мокрому смотри вот какая у нас стоит задача что мы хотим чего мы хотим добиться я могла бы этот цветок нарисовать и по сухому а-ля прима но сегодня мне захотелось по мокрому хотя я очень редко рисую по мокрому для меня это каторга это долго это не сохнет это нельзя быстро и спонтанно рисовать надо сидеть и думать чего я обычно не делаю при рисовании я никогда не думаю поэтому вот сегодня буду вам мозги пудрить всем возможно потому что у меня есть время как говорится надумание чтобы не думать потому что мысли в смысле мысли мозг это я его хочу отключить наоборот когда рисую тогда получается лучше когда мы не задумываемся как раз я говорю всегда девчонкам на акварельном тренинге что не заморачивайтесь не напрягайтесь не делайте не ожидайте ничего от себя каких-то там я не знаю ожиданий результатов просто сначала вот поначалу вот сядьте поиграйтесь с красками если вы новичок так я все-таки посматриваю что мне пишите можете писать это же прямой эфир мы можем пообщаться вот серьезно для чего делается прямой эфир не просто же чтобы я сидела с собой сама разговаривала нет наверное же нет вы можете тоже в разговоре поучаствовать так да конечно здесь здесь у нас сохнуть должно все божечки иначе у меня ничего не получится все должно сохнуть здесь я закрашу закрашу накрашу кто-то хочет присоединиться ко мне в эфир что серьезно девчонки пишите я вас присоединю если вам есть или будет что рассказать моим подписчикам или кто-то случайно нажал на кнопочку да алё где пропал на цветок так ну что 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 делать что же нам делать дальше я вот смотрю на камеру свою да как я снимаю и мне лучше видно сразу где что делали или что я не делаю или что где нужно делать кстати здесь я вымыкаю тоже чуть-чуть и начну наверное поснутри из цветка сохнуть должно ведь должно сохнуть здесь можно тоже применять технику вымывания можно хорошо повмывать все поразмывать привет всем привет 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 рисую наполняйте энергией потому что я сегодня мне какой-то ступорь и мне нужно просто восстановиться поэтому рисую восстанавливаюсь рисованием кстати а вы как обычно восстанавливаетесь вам рисование помогает в восстанавливании сил так ну что он начну я со срединки возьму помельче кисть и начну утемнять срединочку даже вот вымыкаю здесь вот все вот так чтобы не плыло возьму лимонную желтую кстати девчонки кто сейчас у меня проходит тренинг а ну-ка откликнитесь кто уже рисовал что-то на тренинге или прослушал уроки давайте как-то познакомимся ну те кто у меня уже сдал и записался даже на курс уже забрал свой подарок я их знаю конечно но те кто только поприсоединялся к нам я не всех знаю ну и невозможно конечно всех в лицо узнать в смысле в лицо в вашей ники про лицо я даже не говорю кто-то даже у кого-то даже аккаунты закрыты даже не добраться к вам и не достучаться к вам иногда не добраться и не достучаться так здесь это дело все должно сохнуть 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 не дает меня сохнуть так потихонечку набираю колорит а здесь такой разноцвет вы даже я не знаю девочки кто будет за мной рисовать это непростая задача здесь вот вот это все осуществить здесь столько цвета сочетаний что можно мозги сломать видите можно просто сломать мозги еще попасть в тон не знаю кто знает что такое тональность кто у меня у меня на уроке основы рисования говорили там и проходим что такое тональность для чего она нужна как ею пользоваться и вообще этот тон это не цвет а это светлость или же темность одного цвета что же нам дальше как же нам дальше быть надо как-то утемнять мне здесь как-то утемнять вот эту часть она еще все плывет все плывет эти точечками работаю я не как-то сказать не линиями вот пятнышками маленькими пятнышками точечками линии в последнюю очередь если мы хотим хотим добавить какой-то графики в нашу работу уже последние так чумовые не сушиты феном ну потому что сейчас будет тогда будет жужжать этот фен во-вторых тогда те места которые я я хочу чтобы они плыли я сижу вот ловлю момент куда я что вставлю и вот как раз такой вот ловить такой момент и очень даже неплохо потому что вы не спешите потому что если вы феном сейчас все засушите тогда вот это вот уйдет тогда надо будет еще раз по второму разу мочить надо будет делать лисировку оно высохнет я вот ищу моменты где я куда могу что вставить потихонечку оно сохнет и ну я не знаю можно ли феном догнать ту консистенцию если уже в конце там последние штрихи то сейчас я на полпути так что я не буду здесь сушить феном потому что смысла пока нет сушить феном потому что еще красиво когда оно все растекается вот так вот нежно иначе я потеряю нежность ну и есть время с вами болтать это тоже одна такая привилегия кто рисует по мокрому может болтать или должен болтать до посинения тоже вариант сейчас я опять зайду на края смотрите видите там всегда мокро там я могу всегда танцевать по своему цветочку пройтись пройтись прям такая медитативная работа вообще пигмент когда течет вот так вот растекается это вообще меня так завораживает что у меня иногда речь отбирает и сегодня у меня задача не быстро все нарисовать а отдохнуть наполнится энергией смотрите как я забираю вот видите сюда даю затечь красочки вот как-то так уже вырисовываю свои какие-то узоры так здесь тоже можно дать затечь красоте дать затечь красоте если бы я сейчас высушила смотрите вот этот фон да там бы он у меня уже не был бы таким нежным и таким равномерным да расплывчатым поэтому пока я еще не все закончила сушить я не буду потому что потеряю вот эту воздушность почему я и сказала что буду рисовать по мокрому сегодня хотя я не люблю по мокрому потому что я хочу вот эту нежность вот эту воздушность как-то передать как будто на облаках цветочек как облачко да так как воздушное облачко он высохнет он высохнет все равно внутри уже вот здесь вот начинает сохнуть я уже здесь могу рисовать что-то погрубей да погрубей и опять смотрю светлые иду рисую все время светлого к темному иначе 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 просто потеряюсь в смысле потеряю легкость так здесь еще еще течет красота неимоверная так давайте серединку еще доработаю что нравится ставьте сердечки если нравится жду сердечек очень такая как-то сказать щепетильная работка очень много каких-то своих нюансов видите такие светлые такие нежные какие-то потеки это все поймать передать просто ну просто тяжело скажем так даже мне потому что нужно терпение смотреть куда оно все идет так нам нужно утемнять вот эту часть она у нас здесь самая такая темненькая здесь розовиночки немножечко холодненькая холодненькая холодный тон есть светлый есть темный есть холодный цвет цвет тон хотите так и называть в принципе каждый цвет имеет холодный и темный тон допустим желтого есть холодный это это лимонные а теплые это кадми желтые это тоже мы учим на уроках основы рисования я говорю вот эти вот основы их просто ну никак без них никак без этих основ и эти потихонечку набираем вот этот вот колорит потихонечку собираем в одно целое нашу гамму здесь должно сохнуть здесь уже подсохло там уже более как-то лучше здесь еще макровато но мы не спешим у нас есть дофига времени по крайней мере у меня не знаю как у вас у кого нет времени ну будете смотреть записи попробую сохранить не попробую а я и хочу сохранить потому что еще тем кто у меня не в инстаграме у меня на ютюбе еще целая куча подписчиков почти столько уже скоро столько будет сколько на инстаграме только я их как говорится я их там собрала довольно-таки быстро на ютюбе публика более как-то вернее ютюб продвигает лучше чем инстаграм к сожалению хотя я люблю инстаграм здесь как-то больше личности у меня ютюб он более-менее такой анонимный хотя мы много общаемся в ютюбе с девчонками немного пишут людей даже наверное больше пишут на ютюбе чем в инстаграме могу даже так сказать даже можно так сказать больше активность в ютюбе у меня более активные отзывчивые много комментариев пишут много спрашивают аудитория более как сказать я не знаю меньше стесняются наверное может в инстаграме все стеснительны может и нет так сюда у меня речь уже отняла может и посушу кто мне говорил там феном посушить может и посушу потому что мы действительно здесь засядем до утра настолько медленно здесь все сохнет попробую сейчас повымывать части какие-то да девчонки наверное принесу я фен потому что мы будем просто здесь сидеть и пухнуть ну точно полтора или два часа у некоторые блогеры в инстаграме любят сидеть по два часа я нет я не знаю почему я наверное устану два часа болтать девчонки два часа болтать это же вообще убийство это же будет просто убийство так что наверное уже пришло пришло время подсушить работу потому что у меня уже не получается делать то что я бы хотела хотя вот здесь уже что-то работает видите вот такое полу по сухому по полусухому в принципе можно прыгать с одной стороны и работать на другую и тогда оно работает на вас оно будет работать на вас какие-то суховатые такие а можно промакивать вот опять же я говорю можно промакивать но тогда мы будем собирать слой забирать слой и я этого не хотела стирать слой цветка в смысле о видите как красиво видно кому-то вот или отсвечивает знаете как интересно получается уже мы задали фон отсвечивает лампа оперативная лампа задали фон одним цветом и все расплачили а потом начинаем здесь вот какие-то детальки вырисовывать ставлю лампу ставлю камеру назад чтобы всем все видно было как-то так как-то так и рисую дальше благодаря тому что я с вами сейчас общаюсь я не спешу и тогда у меня получатся более нормальные мазки и мазки более нормальный рисунок который я не быстро как-то ну короче вот эти вот маленькие такие разные завитушки и кругляшки и все такое их нужно рисовать медленно для этого нужно терпение чего у меня обычно нет но вдруг 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 у меня получится здесь я промокну и там нужно мне будет утемнять наверное каким-то красновато розовым все ноженые леха или охра красная вот с розовым здесь я чересчур розовый чересчур и опять маленькими несчастненькими пятнышками да видите подкрадываюсь потихонечку да к своим каким-то деталькам подкрадываюсь подкрадывать к цветочку потихонечку потихонечку здесь тоже подсохло я могу рисовать какие-то волосиночки волосиночки такие прожилочки так посмотрю в чем мне пишите на секундочку гляну никто ничего не пишет отлично в смысле отлично не знаю отлично ли это ну а что делать если вы не пишете не буду же я вас заставлять значит вам все понятно как говорят сами с усами тоже вариант сами с усами это тоже вариант видите сделала линию и смягчаю их чуть-чуть размываю разглаживаю где-то где-то что-то перее четко чересчур я его сглаживаю нам не нужны четкие линии нам нужна нежность а нежность делается такими полупрозрачными такими опс это уже потекло это уже не нежность это разводы разных цветов здесь есть разные нежности у нас есть всевозможные нежности так серединочка у нас была теперь я уже в серединке вырисую тычинки как-то так уже вроде бы вырисовывается да вроде бы все равно здесь надо подать потом глубину внутри сейчас она еще немножко плоская глубина набирается всегда цветом или темнее тоном да темненьким тоном очень прекрасно такое здесь больше голубизны хочется синевые видите вот здесь вот не знаю вам не видно вот 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 здесь вот голубые такие оттеночки видно всем видно вот их нужно сюда посадить на листочек мне как-то потихоньку чтобы они так прокрались прокрасились кубольт голубой взяла кубольт синий не голубой а синий и может ультрамарин чуть-чуть даже даже не знаю можно даже ультрамаринчика добавить кое-где ну прям по капелькам видите таким прозрачным капелькам это уже я тут чересчур я его сейчас подмою видите и завлушу еще мне надо розовый розовый очень тяжело эти цветы рисовать особенно когда хочется быстро боже оно не получается быстро ничего не получается быстренько у нас ничего не получается здесь такая уже идет прям очень такая как сказать нежность нежность те кто не любит деталей наверное может не рисуйте со мной здесь не то что детали здесь вот видите вот эти все лепестки вот эти все волосиночки это все-таки детали это детали их тоже нужно как-то нарисовать уметь нарисовать даже нужно то что там увидеть уметь не всегда можно это все увидеть ведь потихонечку потихонечку углубляется сюда можно и так оставить в принципе красота ведь уже уже ведь красота нет как вам как вам красота не красота но еще я поиграюсь еще и поиграюсь мне еще нравится я еще не устала так лампочку лампочка лампочка где вот так кисточка лампочка я еще поиграюсь я еще не наигралась как говорится мне еще хочется самая темная самая темная здесь точка вот она будет или есть будет или есть кстати никто мне не пишет вы начинающие художники или же вы уже тут продвинутые мне кто кто что как умеет пока у меня сейчас идет акция для начинающих художников смысле акции вы можете начать сейчас на бесплатном тренинге и продолжить свои знания укрепить потому что без них все равно никак не будете продвигаться если у вас не будет основного рисования да их можно найти в интернете достаточно информации просто нужно знать что именно искать и где и не попадаться на на ложную информацию да ну а проверить вы это уже не сможете ложная на или нет потому что вы еще как-то сами новички поэтому тяжело будет проверить вам по крайней мере но на курсе в принципе я говорю что вот это вот все эти информации они хорошие я их собрала все как-то выстроила структуру от структурировала но самое ценное на курсе это не сами уроки а моя обратная связь почему потому что можно прочитать уроки можно посмотреть но поняли ли вы их правильно ли вы их поняли вам кажется может человек только извне подсказать который сам знает уже и разъяснить вот эти вот уроки то если вы не поняли я вот на курсе с обратной связью там меня обратная связь достаточно такая как сказать исчерпывающие я вам буду ее давать до тех пор пока вы действительно не поймете что и к чему до критика персональный консультант персональной консультации тут у нас как-то так так что самое ценное в моих курсах информацию гривен информации можно найти везде если захотеть поискать порыться самое ценное это наставничество принципе то что я вас наставляю на правильный путь чтобы вам как говорится не бегать не набивать коленки как я раньше я потратила на сама сама на освоение техники только на технику лет восемь и меня уже была художественная школа если у вас есть только времени и терпение потому что я вот поначалу думаю блин все я не буду потому что не было никакого эффекта вот если вы новичок и начали акварелью рисовать и вы видите что у вас не получается это достаточно как-то сказать фрустрация идет фрустрирует фруст это немецкое слово не знаю может я не правильно что-то выговариваю и отпадает просто желание что-то делать или же опять появляется вот эта дурная боязнь что вот у меня не получается когда я начал рисовать акварель после художественной школы у меня тоже ни хрена не получалось потому что краска ведет себя абсолютно по-другому как например как например краска масляная да я рисовала масло уже достаточно я рисовала графикой но график это карандаш я рисую я портретистала и тут вдруг акварели я так хопа жопа ни хрена не могу на смысле ни хрена не могу я-то знала что я могу меня-то не сломала акварель смысле не отбила меня желание не рисовать смысле потому что я знал что я могу а вы когда вы еще вот только начинаете это попробовали гордить ай у меня ни хрена не получается значит я не могу и значит они мою нет у вас нет просто знаний смысле знаний терпение нужно не только знание терпение еще нужно если вы сразу испугаетесь и убежить ну тогда тогда вы никогда не научитесь акварель я считаю говорили на самая самая кайфовая техника вообще я не знаю такой вот нежность такой красоты нет ни в одной технике я не вижу да вижу хорошие работы там то есть но меня всегда я восхищалась акварель смысле не всегда вот как я ее сам начал рисовать тогда я поняла как какие мастер какие мастеры нужно быть чтобы и ею рисовать чтобы ее к лица взять в руки и творить потому что она неповторима она течет она она себе сама говорится на себе живой элемент акварель она же живая для меня по крайней мере это живой элемент он живет своей жизнью и мы можем вместе с ним жить наслаждаться его красотой или же или же нужно бежать от него потому что акварель не всегда слушается нас и у нас бывают иногда неожиданные какие-то какие-то неожиданности с ней бывают а почему говорят что она неповторима она непредсказуема и когда черт рисуешь и еще не знаешь как она будет вот как я сейчас то я ищу я нащупываю я даю в принципе акварель и самой за меня работать она сама течет здесь она сама делает мне вот эти красивые разводы я ее просто гоняю туда-сюда туда-сюда как-то так вот мы вместе работаем с моей акварелька я работаю с ней месть что прелесть акварели конечно во многом не только не только что она воздушная а это что она неповторима она непокорна для меня допустим тебя как сказать всегда интересно что-то такое вот чего-то достичь что не все могут допустим да ну я не ищу легкий путь мне например если животное да мне нравится животное непокорное животное которое которые которые у которого ты должен заслужить как говорится доверие респект это как-то по русски что респект ну чтобы она тебя уважала до животное доверяла тебе уважала для этого нужно терпение и нужно познавать это животное вот так вот и акварелью нужно познавать и быть терпимым терпеливым так там я уже что-то перетемнела вижу сейчас быстренько видите так вот хоп-хоп и она потекла растеклась и сама мне уж и ошибки мои бронда не прелесть же это акварель так здесь что-то можно рисовать набираю здесь колорита в смысле тени цвета цвет спасибо сердечки девчонки спасибаньки вот беру вот этот ядовитый оранжевый смотрите вот этот ядовитый нелюбимый оранжевый страшно вот он сюда как-то немножечко подходит местами не везти на вот некоторых местах он просто просто нужен здесь как-то так девчонки я начинаю вставать во нет сколько мы здесь в эфире уже без понятия красота может немножечко нужно перерыв сделать как вы думаете продолжим завтра я же все делать сейчас кстати не стоит все делать сразу почему потому что вы устаете вот я устаю выдыхаемся но когда мы выдыхаемся ну тогда будет у нас работа конечно тяжелое тяжелее но один минус смысле как что почему я не не оставляю работу не нарисованной но не всегда нетла не отлажу потому что я потом возможно не дрессу у меня такая ерунда бывает со мной что иногда я ее потом не нарисовываю это же печалька какая не дрессовать работу это же большая печалька немножко сухая техника техника сухой кисти тоже кстати на уроках таких техники у нас акварельная техника там их несколько есть в акварели есть целая куча техник я преподаю там самые распространенные техники показываю призывают на уроках курса до призываю девочек экспериментировать только так вы познаете какая же техника ваша или же может создадите своего если экспериментируете есть возможно что вы что-то придумаете свою это же ведь так классно иметь свою индивидуальную технику да не просто кого-то копировать у вас будет своя авторская техника такой кайф хотя сейчас вот ну так громко сказать что авторская техника конечно нельзя потому что сейчас прям запатентировать что ли или как такого же делать мы не будем патентировать то что мы там чему-то научились да так так смотрите если перебор можно вот вытиранием кисточку стираем какими-то мазками у нас тут нету перебора такого такого какового у нас здесь красота просто красота просто красота начиная потихонечку углублять фух начинаю вставать девчонки уставать начинаем надо было бы закончить давайте может завтра продолжим может завтра продолжим а может и нет кто там пишет кто-то пишет и красотища какая а может и нет а может и нет но и нет и нет Я, наверное, сегодня закончу на сегодня, потому что уже прям устаю-устаю. Может, завтра продолжим. Как вы считаете, сколько мы здесь уже сидим? Ну, сколько же мы здесь сидим? Ну, сколько мы здесь сидим? Так, 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 так. Розовиночки. Смотрите, вот эти тоненькие волосиночки, это все волосиночки, такие лепесточки нашего мака. Где-то нужно будет их усугублять, где-то потолще, где-то поменьше. Ну что, я, наверное, все-все, у меня уже плохо. Я уже хочу делать паузу. Не привыкла я столько много рисовать за раз, да? И это здесь такая очень большая уже детализация пошла. Но прелесть, прелесть, все-таки есть, да? Все-таки прелесть, вот она прелесть. Ну что, можно и так оставить, в принципе. Видите, так красиво. Ну, я думаю, что я докончу. Хотя, кто знает. Ну что я? Я думаю, что я на сегодня все. На завтра. На завтра, не знаю. Ах, не знаю. Стойте меня завтра еще здесь мучиться с этим цветочком или нет? Такая красота все-таки получается. Тут прям в одной руке держу, другой рисую. Видите, даже с фоном можно еще до сих пор играться. Спасибо за сердечко. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 с этим фоном наверное все таки здесь промокну так как-то так будет полегче то прям так тяжело тяжело было ну что цветок классный принципе можно так оставить как вы считаете здесь мне еще хочется стебелек ему какой-то стебелек нарисовать вот стебелек конечно мы его чуть-чуть затемним и сделаем более абстрактным ну типа чтобы намек на стебелек да но это все-таки не стебелек здесь тоже что-то у нас было клякса но мы сейчас здесь делаем коллитировочку поверх будет более приятный цвет такой нет не нравится уберем быстро ведь еще все все как говорится можно спасти если она мокро так со стебельком что-то сделаем надо побольше пищи и чуть-чуть размыть идет задний фон и уже видно типа стебелек до типа стебелек здесь затемню здесь нужно было бы затемнить этот край все-таки закончу сегодня сейчас не обязательно тут все прорисовывать как говорится до сумасшествия можно и остановиться на некоторые детали так ну что вроде бы вроде бы вроде бы давайте свет выключить так как он конечно можно еще углублять и углублять и углублять углублять конечно же можно может даже и нужно вопрос хочу ли я это делать я уже встала выключила свет чтобы здесь говорится мне не мешал ох какая красота мне пример мне очень нравится вам как он нравится мне нравится все таки красотища смотрите потом можно будет по сухому добавить кое-где тени 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 ух вот это я ляпнула но не страшно здесь мокро еще все остеклось эти как как можно рисовать и крему ляпнула ну не страшно но бывает нам простят почему я комментарии не вижу сейчас вижу все окей так что еще что еще сейчас я вижу вот тень тень теньки надо как-то глубину дать цветку здесь вот чересчур перечернила сразу же нужно убрать видите здесь затемнить ведь это уже идет как то новая цветовая цветовая и здесь и цветовая есть перспектива это тоновая тон цвет все что угодно сюда что-то нужно так чуть-чуть показать подчеркнуть лепесток как как вышел сразу тот лепесток ну и что здесь что ли короче вы поняли технику да она очень простая и очень красивая вот эти все прожилочки идем от светлого к темному потихонечку очень потихонечку вау прям красотища я сейчас себя сама хвалю не знаю можно ли такое делать сама себя хвалить в своем же эфире но мне офигенно нравится просто сейчас нарисовала наверное я все таки остановлюсь всю не буду больше мучить потому что вот как говорится замучаем на нашу работу можем замучить ну что как вам как вам моя работа конечно же не так как фотография но я кайф получила сумасшедший кайф ну смотрите в цвет попало да цвет цвет тот же ну и моя задача не копировать а кайфовать у меня был кайф у вас был кайф вы поймали свой кайф от моего рисования так как-то мне очень нравится девчонки мне очень нравится просто просто счастье ой просто ужас ужас как нравится все я должна закончить потому что ну иначе я наверное испорчу этот шедевр для меня уже шедевр он такой живописный стал нас и неповторимый если кто-то сможет повторить за мной желаю вам удачи старайтесь отмечайте меня на на под вашими работами мне будет очень интересно посмотреть но кто еще боится в инстаграме выставляться выставляйте в нашем этом как-то в чате тренинга там тоже девчонки делятся своими работами в чат тренинга можно попасть по ссылке в шапке моего профиля есть ссылка вечных stories ссылка если не знаете как было пишите мне в личку я вам дам ссылку понятно рисуйте рисуйте хочу видеть вашу работу все я заканчиваю все больше больше не просто нельзя нельзя потому что портить все конечно можно здесь до посинения сидеть и до фотореалистичности рисовать а вопрос зачем зачем фотореалистично рисовать так эфир будет сохранен девочки эфир будет сохранен он не на сутки даже него сохраню здесь вернее он сохранится пока я не переработаю и не загружу его на youtube а на ютюбе он будет вечно у меня так что не переживайте а здесь может поставлю ролик короче сейчас он остается на сутки точно потому что опять залезла на сутки он останется это точно так что взамен на эфир жду ваших работ я вам даю эфир на сутки а вы будете рисовать показывать что вы нарисовали ой какая прелесть пишет татьяна спасибо вам спасибо что были со мной поддерживать у меня сердечко комментариями я очень рада очень рада так еще здесь немножечко ядовито вот в этом углу что берем кисточку отмочила промочила и смотрите вытерла все никогда не надо бояться что вот у меня там это если у вас что-то переборщили уберите отмачиваете и вытираете все я выключаюсь меня собака ждет на кухне на собак ты жрать хочешь жрать хочешь а еще рано еще тебе рано о боже короче такая собака и такой у меня бардак видите на столе творческий каос называется картина масла нет картина акварели все девчонки я закругляюсь тут уже начинаю смеяться значит если мне уже весело кстати я зарядилась я зарядилась энергией так что теперь что теперь будем готовиться к следующему мастер-классу я же обещала вам что-то нарисовать на выходных там голосуйте в stories какой день может еще что-нибудь порисуем давайте все пока до новых встреч жду ваших работ кто смотрит в ютюбе обязательно ставьте мне лайки и кто смотрит записи ставьте мне лайки это поддерживает мой канал и как и instagram так и youtube всего пока выключать выключать